Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Очень рад вас встретить в платформах нашей интернета. Благодаря интернету у нас есть возможность общаться, посоветоваться между собой и быть вместе. И поделиться своими мыслями, своими эмоциями. Надеюсь, что каждый день в вашей жизни идет в лучшую сторону. У меня есть такой вопрос, куда вложить свои накопления. Очень много людей задают похожие вопросы, а инвестиции, накопления и так далее. Куда вложить свои накопления? Дорогие мои, есть четыре решения, которые вам надо очень хорошо усваивать. Первое. Внимание обратите. Путки богатства начинаются с сохранения денег. Это что означает? Это означает, что бесполезно много зарабатывать, если не умеешь сохранить. Второе. Внимание обратите. И вот путки богатства начинаются с сохранения денег. Именно вы разбогатете не тот день, когда научитесь зарабатывать, а тот день, когда научитесь сохранить. А вот сохранить деньги – это одно. А вот умение их приумножать, управлять – это самое важное. Чтобы заставить деньги работать на себя, их превращать в работника. Это самый важный навык, самый основной навык для того, чтобы достигать богатства. Если у вас деньги – это первое, что я хочу сказать. Второе. Если у вас накопление малая сумма, вложите их в свои образования. Потому что с маленькими деньгами бизнес делать невозможно, вы потеряете их. Лучше вы вложите в свое образование, чтобы это образование позволило вам еще больше узнавать, еще больше видеть. Я так и делал. Я являюсь продуктом тренингов. Я являюсь продуктом чтения книг. Я лично, мой успех и успех моих учеников, которые рядом со мной, они, большинство из них, этот путь выбрали. Конечно, есть другие пути. Другие пути есть. Но это самый гарантированный путь, независимо от того, в какой семье вы родились, в какой нации, где вы живете вообще, в районах, в селах или городах. Мой путь могут повторить любой человек. Поэтому этот путь гарантированно, путь к успеху. Поэтому, если у вас сумма накопления небольшая сумма, вложите их в свое образование. Третье. Если вы накопили достаточно суммы, и с ним можно делать бизнес, мой совет к вам следующий. Открывайте, инвестируйте в краткосрочных доходах. Инвестируйте в краткосрочные деньги. Это что такое краткосрочные деньги? Это в тех проектах, в тех бизнесах, когда от 4 месяцев до 6 месяцев вложенные деньги возвращаются к вам. Мы это назовем краткосрочные деньги. Это бывает услуга, это бывает торговля. Я примере перевезу. Вы можете открывать свой собственный бизнес в парикмахерской. Точка в торговле, небольшая точка в торговле, не знаю, овощи, фрукты, одежда, продавать, торговать. Или заниматься в торговле, какие-то другие игрушки и так далее. Это все краткосрочные деньги. Сумма вложений вашей от 4 месяцев до 12 месяцев возвращается. Если это третий мой совет, значит, вы таким способом можете открывать свой собственный бизнес. Но чтобы открывать собственный бизнес, надо посмотреть все пункты. То есть деньги, накопление, если есть, надо посмотреть, что навыки у меня есть или нет. Если опыты на веке у меня есть, тогда открывайте. Если опыты на веке у меня есть, сначала идите учитесь, продолжайте накопить. Есть четвертый мой совет. Если сумма, вы хотите только инвестицией заниматься, это уже другая стратегия. Это то, что в третий пункте я говорил, это когда вы хотите иметь собственный бизнес. Четвертый, если вы хотите просто заниматься инвестицией, это уже другая стратегия. Значит, вы можете просто заниматься инвестицией по чуть-чуть от суммы накопленных своих денег каждый квартал или каждый месяц. По чуть-чуть инвестировать в разные направления. Например, вы выбираете 20 компаний. 20 компаний. И скажем, что по 100 долларов покупаете у них акции. Например. Вот. Из 20 компаний. Устраненный метод называется. Выделяете это каждый месяц. Например, у вас 2 тысячи долларов в каждом месте, то, что накопление у вас есть или можете откладывать. Вы его инвестируете в этих направлениях. А если у вас сумма маленькая, и вы не можете, например, 20 компаний инвестировать одновременно по 100 долларов. Хорошо. В этот месяц 5 компаний. 500 долларов можете инвестировать. Значит, 5 компаний по 100 долларов покупаете акции. Следующий месяц еще из 5 компаний. Вот так. Мой совет к вам, что если вы выбираете стратегию инвестора, из 20 компаний по 100 долларов инвестируя, если ежеквартально это делаете, протяжении 20 лет. Могу уверенно сказать, что эта стратегия поможет вам стать очень-очень успешным человеком. Однозначно. Но помните, что плоди будут после 10 лет, через 10, 12, 15 лет. Поэтому усредненно это надо делать. Выбрать 20 хороших компаний, которые вы видите, что протяжении 20-30 лет развивающие в рынке. И выкупать акции у них. Можете эти 20 компаний, 5 компаний, например, выбрать с территории Америки, 5 компаний с территории Европы, 5 компаний с территории России, 5 компаний с территории Азии, например, это Сингапура или Корея и так далее. Или наши среднеазийские компании. Тогда будут у вас инвестиции, хорошая диверсификация. У вас инвестиционный портфель будет очень хорошо, можно сказать, грамотно распределен. И не переживая стабильно, это просто делайте в протяжении 20 лет. Я могу уверенно сказать, очень далеко пойдете. Бизнес или инвестирование, что лучше? Главное, что вы это делали. Не важно, какой один из них вы выберете, бизнес или инвестирование. Но главное, что вы это делали. Но я скажу конкретными шагами, как сделать вам было бы лучше и легче. Первое. Если у вас есть любимые дела, но любимые дела дают вам хороший доход. Например, вы хороший маркетолог, или вы хороший инженер, конструктор, или вы хороший дизайнер, или вы хороший врач, или вы хороший учитель. Продолжайте заниматься любимым делом, а просто параллельно накопленные деньги инвестируйте. Накопите деньги и инвестируйте. Если вы занимаетесь в данный момент любимым делом. Поэтому, почему? Не пытайтесь делать бизнес. Если вы пойдете в бизнес, может быть у вас не получится бизнес. Потому что я много раз это видел. Очень много раз это видел. Поэтому, занимаясь любимым делом, если это ваше любимое дело дает достаточно денег, и вы смогли накопить какую-то сумму, продолжайте заниматься любимым делом, и по чуть-чуть инвестируйте, и покупайте долю существующей бизнеса, покупайте долю, инвестируйте в растущем рынке и так далее. Займитесь инвестициями. Но если вы видите, что у вас есть бизнес мышления, если вы видите, что вы можете свою любимую работу превращать в бизнес, например, скажем, вы любите, у вас есть навыки коммуникации, вы легко умеете организовать мероприятия, вы легко умеете продажей заниматься, у вас легко получается продавать продукты, товары, неважно какой. Или вы видите, что у вас есть хорошие организационные способности, умеете организовать, именно организация труда у вас легко получается, вы видите, что вы умеете создавать команду, вы видите, что вы стратег, вы видите, что вы умеете планировать, вы видите, что у вас легко получается, например, у вас легко получается управлять деньгами, читать их, и прямо до одного доллара, до цента и так далее, тогда открывайте собственный бизнес. Если у вас есть бизнес-мышление, открывайте собственный бизнес, займитесь этим. Поэтому мы не можем говорить, что инвестирование лучше или бизнес лучше. А я могу сказать вам, что в чем вы лучше, то и делайте. Если у вас бизнес-мышление развито, займитесь бизнесом. Если у вас любимое дело, займитесь инвестицией. Я, например, инвестор. Я не бизнесмен. Я инвестор. Почему я выбрал этот путь? Потому что я, видите, занимаюсь больше времени обучением наследия. Я выбрал для себя. Я мог бы стать крутой бизнесменом, если я в ту направленность развивал бы. Но я 23 года отдал служение людям. Поскольку большее количество времени отдал служение людям, соответственно, что произошло? У меня навыка выросла в этой сфере. И я хорошо научился выбрать проекты. Я хорошо научился запускать проекты. Я хорошо научился анализировать проекты, диагностировать проекты и так далее. Если я, например, пошел бы в сторону бизнеса, возможно, я взял бы одну компанию, создал бы одну свою компанию. Я его масштабировал бы, масштабировал бы, масштабировал и так далее. Поскольку я просто сидел и подумал, как я могу принести больше пользы этому миру. Я понял, что обучая людей, я принесу больше пользы, и я буду больше полезным. Поэтому я выбрал такой путь. Поэтому, если вы мне задаете вопрос, что лучше, бизнес или инвестиция, я скажу вам, в чем, то есть, во что вы лучше разбираетесь, то и надо делать. Значит, если ваше любимое дело, резюмируем, значит, если ваше любимое дело дает достаточно суммы денег, дохода и так далее, лучше что делаете? Накопите эти деньги, занимайтесь инвестированием, продолжайте жизнь посвятить любимым делам. Тогда вы можете оставаться в историю, тогда вы можете великие вещи создавать. Поэтому продолжайте любимым делом заниматься. Но если вы видите, что у вас бизнес мышления хорошо развиты, организационные способности, адвестирование и так далее, стратегическое мышление и так далее, пожалуйста, открывайте свой собственный бизнес и двигайтесь. Помните, что собственный бизнес – это самые короткие путки богатств. А путем инвестирования вы дольше, чуть больше времени тратите, чтобы стать богатым. А через собственный бизнес вы быстрее достигаете цели, быстрее становитесь богатыми. Поэтому, еще раз повторяю, резюмирую, в чем вы лучше, то и выбирайте. Это первый. Второй. Какой ваша цель? Вот. Из этого два показателя. Если ваша цель счастливой жизнью прожить, хорошей жизнью прожить, успешной и так далее, и заниматься любимым делом, стать инвестором, если вы чувствуете так. А если ваша цель – быстрее разбогатеть и так далее, но у вас есть бизнес в мышлении, это совпадает должно это все, тогда, пожалуйста, займитесь бизнесом. Пишите комментарии, пожалуйста, из вашего опыта, что было. И в обязательном порядке, пожалуйста, поделитесь своими кейсами, поделитесь своими примерами. И, возможно, может быть, в вашем примере это не было, но вы знаете людей, у кого это было. Это тоже пойдет. Пишите туда. Мы будем очень вам благодарны, потому что это помогут многим людям. Я наемный работник и хочу инвестировать, но нет больших сумм. С чего начинать? Дорогие мои, был другой вопрос, где я говорил, как инвестировать и в чем разница между бизнесом, инвестированием и так далее. Но если вы наемный работник, но нет больших денег, я вам рекомендую четыре важные вещи, которые вы должны делать. Первое. В своем сфере встаньте профессионалом, чтобы у вас карьерный рост был. Это очень важно. Ваша задача сейчас увеличить свой доход. Первый фокус не думайте о инвестировании. Первый фокус думайте, как сначала больше зарабатывать, чтобы у вас побольше денег было для инвестирования. Значит, та небольшая сумма, которая у вас есть, я что вам рекомендую? Вложите свое образование, вложите свой мозг, свой ум, развивайте себя в том сфере, где вы профессионал, чтобы вы могли путем повещения по карьере, путем увеличения вашего дохода. То есть вы должны увеличить свой доход. Поэтому для того, чтобы увеличить свой доход в рамках этой профессии, сначала в этой профессии надо стать профессионалом. Поэтому вкладывайте свое образование в ту сферу, где вы сейчас в дальнем время работаете. Например, стать лучшим инженером, лучшим врачом, лучшим педагогом, рекламным менеджером или как-то в своем сфере стать профессионалом. Это первое, что должны делать. Второе. Постарайтесь увеличить свой доход. Чтобы увеличить свой доход, два варианта у вас есть. Либо по карьере надо подниматься, либо надо подойти к своему работодателю, попросить, что мне нужен такой доход, дайте мне дополнительную работу и так далее. Если они не дадут, ищите другое место, где вы можете это сделать. Второй шаг, одним словом, увеличить свой доход, чтобы вы могли ежемесячно определенную сумму накопить. Третья вещь, выбирайте стратегию инвестирования, потихонечку начните из 10 разных компаний по чуть-чуть покупать либо акции, либо потихонечку накапливать деньги, начните инвестировать в краткосрочные деньги. Это выкупайте долю бизнеса. Это третий совет, который есть. Четвертый важный совет, который вам очень сильно поможет. Четвертый важный совет, который вам очень-очень сильно помогает. Это что? Это то, что ваша задача получать, прежде чем инвестировать куда-то, один час консультации у тех людей, кто уже давно занимается инвестированием, получать один час консультации до того, когда вы это делаете. Тогда это минимизирует ваши риски и позволяет вам еще больше добиться. Пишите комментарии в вашем опыте. Желаю вам успехов.